когда мы рассуждаем о фукусиме трагедии год назад случившись это конечно хорошо бы чтобы мы в голове говорили о вещах которые имеют к слову трагедия прямое отношение а это именно цик 20 тысяч погибших в том числе вследствие цик от того что он игнорировались какие-то цик обязательные меры не только в атомной энергетике по безопасности то есть точно также есть люди и организации которые отвечают за безопасность расселения в таких зонах когда к сожалению вот произошло то что произошло ну а собственно фукусиме в общем мы действительно как институт сказать в академии наук занимаемся вопросами безопасности это и есть как наша задача технический кризисный центр у нас существует девяносто шестого года это некая историческая такая наверное сказать причина тому что у нас значительное количество сотрудников там вот 30 которые непосредственно участвовали ликвидации последствий аварии в чернобыле и на площадке и на четвертом блоке за пределами и не только тскать у нас даже есть как сотрудник который на территории тскать вот киштемского следа работал тскать конечно возрасте но имея ввиду что как бы вот есть такой потенциал у нас есть технический кризисный центр который совершенно такая жесткая формальная структура которая по соглашениям с росатомом и с мчс осуществляет экспертную поддержку в случае традиционных инцидентов аварий в круглосуточном режиме 24 часа в сутки у нас на это есть соответствующие эксперты у нас есть на это соответствующая научно-техническая база компьютерные программы модели ну а главное есть знания поэтому собственно сказать 11 марта мы с момента когда сказать стало ясно что произошло землетрясение в регламентном режиме включились в работу ну и несмотря на то что это на территории японии мы кроме функций которые собственно являются обязательными для нас а именно отвечать на вопросы мчс к типа участи касающийся населения российской федерации и уже 12 марта где-то в середине дня тскать мы проанализировав ситуацию на станции фокусима 1 увидев что там потеряно на самом деле управление спрогнозировали наихудший сценарий сказать с точки зрения населения российской федерации получили ответ который звучал однозначно и совершенно сказать просто ни при каких сценариях развития аварий на фокусима 1 никаких последствий радиационных для населения российской федерации не будет под этим подписались и такая первая тскать аналитическая справка тскать прогноз была направлена в росатом генеральному директору госкорпорации в мчс собственно это послужило основой для того чтобы тскать и мчс скать уже ориентировался в своих действиях в части ска дальнего востока в первую очередь дальше мы занялись собственно ситуации на фокусиме и на территории японии ну и где-то тскать уже тскать через два-три дня у нас практически была картинка тскать позволяющая нам тскать реалистично оценивать все что происходит на каждом блоке то есть мы сумели подготовить исходные данные поскольку станция не наша то информация которая нам была необходима для того чтобы моделировать ситуацию и еще нужно было достать в этом смысле частично тскать мы пользовались тем что часть автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории японии она работала ну за пределами фокусимы датчики которые тскать обслуживает их министерство науки образования они работали и передавались в интернет на самом деле была существенная для нас информация которая позволяла не только на базе так сказать вот наших моделей но и проверять их на фактических данных которые мы наблюдали благодаря вот информации с этих датчиков где-то уже 17 наверно марта все что касается радиационной обстановки на территории японии так сказать нами было просчитано проанализировано карты построены сделаны оценки доз ожидаемых за первый год и как бы с тех пор практически но для нас ничего не изменилось хотя сейчас информации конечно колоссальное количество как вы понимаете тскать японцы в этом смысле тскать вот если в первое там время был явный недостаток информации в том числе связано с тем что они они все понимали до конца тскать то сейчас вот такие тома размещены в интернете где можно детально просто видеть всю ситуацию искать по радиационной обстановке ну и собственно наша оценка что на территории где проживает население нет нигде ситуации где можно говорить о рисках для здоровья тскать радиационных требующих каких-то немедленных мерцкой там защитных и так далее полностью подтвердилась сказать ну что в общем-то неудивительно поскольку как эта наука есть наука ну чего было должно случиться то и случилось при этом авария тяжелая нужно понимать то есть на трех блоках активной зоны реакторов были сильно повреждены и расплавлены сказать на четвертом блоке тскать взрыв водорода разрушил обстройку как и на первом и на третьем в окружающую среду была выброшена сказать суммарно по активности ну порядка скажем так 1 10 выброса от чернобыльской аварии и возник северо-западный след на котором плотности загрязнения недостаточно высокие вот соответствует наиболее загрязненным территориям чернобыльской зоны но при этом сказать как бы вот дозы облучения которые сегодня уже не теоретически рассчитанные нами тскать а те которые на основе измерений тскать оцениваются они такие что никакого ущерба здоровью тскать при котором можно говорить тскать что вот есть риски тскать для людей которые там проживают нету решение которое принимает скать в японии власти они в какой-то мере обсказал тскать близки к тому что у нас принималось скать где-то в году ну 90-м то есть некая переоценка этого радиационного фактора поэтому вот окончательных решений что им делать на этих территориях до сих пор не принято что конечно сказать создает некую ситуацию напряженности любое непринятие решения это хуже чем сказать принятие решений каких-то понятных населению в первую очередь сказать но суммарно о чем можно говорить сказать есть объявленное но не реализованное как бы решение что вот в зонах где больше 20 миллизивертов в год первый год ожидаемая доза как бы объявлена необязательная эвакуация но как бы власти готовы рассматривать скать эвакуацию с этих территорий что касается строительства атомных станций скажу честно планов строительства ближайшего времени не знаю кроме плавочки известная вам когда что касается опасности строительства атомных станций сказать но вот как бы вам сказать сказать вот ответил я на вопрос вот тем что за всю историю известно сколько так было да поэтому что такое опасность сказать атомная станция на экологию в нормальном режиме эксплуатации влиять просто не может это нонсенс не знаю кем придуманы просто потому что сказать выбросы атомной станции сказать нормируются законодательно за этим сказать существует надзор и во всем мире сказать на величину которая есть одна тысячная от дозы облучения природного фона поэтому говорить о воздействии атомной станции на человека вообще говоря это ну некий нонсенс на природу это еще больше нонсенс потому что флора и фауна сказать чтобы негативное воздействие было на флору и фауну дозы которые должны быть сказать они в сто раз выше чем те при которых уже проявляется негативное воздействие на здоровье человека поэтому анормируется игорю на одну тысячную от природного фона поэтому сказать говорить о воздействии атомной энергетики на человека и так далее аварии вот единственный вопрос который нужно и можно обсуждать сказать там с этой точки зрения искать принципиальная вещь сказать в любом случае атомная энергетика должна обеспечивать уровень безопасности при котором выбросы в окружающую среду должно быть минимизированы и искать не доставлять беспокойство населения я так сказал виду того что но население она как воспринимает так воспринимает может это кому-то нравится не нравится по науке это неправильно но не важно поэтому сказать то что касается вот третьего поколения или 3 плюс например все говорить о российских станциях вот с 2006 собственно все новые системы безопасности там нацелены не на то чтобы решить проблему искать большой опасности при авариях сказать атомных станций потому что я вот сказал за всю историю при всех тяжелых авариях извините последствия для населения с точки зрения здоровья искать тем более на окружающую среду они не просто меньше цикла нам порядке ниже чем последствия обычной энергетики атомная энергетика обязана быть безопасной не обсуждается требования к ней должны быть высокими не обсуждается более того тот уровень безопасности который продемонстрирован за вот 60 лет ее существования да он же тоже не результат сказать вот что вот это само собой получается есть требования есть сказать нормативы есть подходы будьте добры соблюдать их любое несоблюдение приводит вот к таким вещам как фукусима ведь вкусимо случилось не только потому что это девятибалльное землетрясение катастрофическая потому что проект не учитывал сказать волну цунами выше там четырех там и семидесятых метров почему спрашивается потому что проект был сделан 40 лет назад скать за это время положено в атомной энергетики ткать там пересматривать скать проекты скать всех станций построенных когда-либо и приводить их в соответствие современными требованиями